дорогие друзья всем привет у нас сегодня замечательный красивый молодой человек член почетный член международных фестивалей golden time наши участники александр балбус аплодисменты александр балбус украинский композитор продюсер музыкант певец автор множество песен которые поют звезды разных величин и в разных странах детальнее на сайте который я вам сброшу ссылочку вы посмотрите с 2016 года член американской академии the recording academy of gaming sorry за мой английский член и и с аудио инженерин со сайти это аббревиатура и и с организации бей ай м ай и скажите что это за организации такие интересные и генеральный продюсер радиостанции радио чикаго вот сом-фаундер промоутерской компании event you are чикаго ну и конечно наш замечательный почетный жюри international festival здравствуйте привет привет друзья и от всем кто нас сегодня слышит видит рад сегодня пообщаться с несой на тему творческих творческих всех направлений расскажите пожалуйста сколько вы сказали чтобы украинские и написано что украинские композиторы продюсер музыка как вы оказались в чикаго давно ли вы там и как как вы смогли все-таки уехать с нашей родной украины чикаго я уже в америке почти пять лет июле будет пять лет принципе уезжал не от плохой жизни и как бы хорошо работал была своя студия работала с многие со многими артистами но все не стабильно и плюс социуме это постоянное какое-то давление привело меня мысли уехать в поисках новых перспектив на сегодняшний день ни капель не жалею об этом решении да было очень много сложностей как бы не буду приукрашивать что все как бы сказочная гладко было очень много сложностей и но слава богу часть сложностей преодолены есть первое достижение за эти пять лет америке и как бы ни капли не жалею что уехал опять же ехал за перспективами и то чтобы за поисками лучшей жизни просто для за стабильной жизнью и за перспективами которым которые в америке все-таки безграничны я поняла скажите пожалуйста а вот какие главные критерии отбора артиста для того чтобы вы стали продюсером или для того чтобы вы написали для артиста песню потому что у нас участников очень много все стараются чтобы их заметили тоже стараются пишут многие из них тоже становятся маленькими композиторами в принципе слушали наших участников вот скажите пожалуйста какие все-таки главные критерии отбора ну как бы таких стандартных стандартов критериев я думаю не существует вообще в мире как бы основные критерии это человек либо ребенок либо как бы подросток либо уже взрослый человек в первую очередь должен быть талантливым как бы в своем направлении если он вокалист он должен быть талантливым и это должно быть ощутимо практически там с первой ноты когда человек начинает петь то есть когда происходит магия когда ты тебе становится интересно его слушать когда ты чувствуешь иногда на каких-то но так у тебя мурашки пробежали по коже это говорит о многом принципе на сегодняшний день нередко кому это удается но все-таки бывают бывают моменты кстати вспомнил недавно смотрел голос украинский и была лицом то есть пересмотрел практически всех да есть много сильных ребят ну не могу сказать что там вау эффект кто-то вызывал но одна девочка мне очень запомнилась если не ошибаюсь анна троцкая а аня трубецкая вот это просто что-то невероятное невероятный вокал она поет круче всех жюри кто там сидит даже дина кароль которая по моему стала ее тренером она была в восторге она даже прямом эфире сказал что вы поете просто круче меня это было что-то я давно не видел такого уровня вокального энергетического и технического очень очень круто было поэтому опять же это такие исключения но в общем для того чтобы человек начинал заниматься творчеством развивал себя это нужно быть первую очередь талантливым и трудолюбивым потому что в принципе только таланта очень это такой маленький процент все остальное это колоссальный труд над собой над своим саморазвитием над духовным физическим всяческим это сто процентов я согласна а расскажите пожалуйста какие у вас планы вот на дальнейших скажем так пять лет хочешь нас насмешить бога расскажи о своих планах ну так вкратце расскажу как бы за своих наполеоновских планах хочу в первую очередь создать знаете хорошо продюсируется и работает со творчеством когда есть медиаресурсы либо партнерство с хорошими медиаресурсами либо владения своими аудио медиаресурсами поэтому на данном этапе я занимаюсь развитием каких-то своих пусть даже небольших на данном этапе медиаресурсов здесь в америке которые в принципе надеюсь будущем помогут мне и и будут хорошим фундаментом для популяризации каких-то интересных творческих проектов то есть первую очередь хочу создать эти медиаресурсы потом можно будет заниматься и организации каких-то мероприятий и продюсированием и как бы творчеством всегда хорошо работает и вдохновение всегда хорошо работает когда есть когда есть прибыль говорится то есть потому что тенденция голого художника в современном мире к сожалению не всегда работает поэтому нужно как бы знаю уже по себе когда у человека все хорошо стабильно начиная с как бы с духовного и и бытовой жизни когда все хорошо когда человек не думает о каких-то бытовых проблемах о том где ему заработать денег чтобы прокормить семью то есть тогда творчество просто безгранично творится тогда и пишут свои песни и музыка и реализовываться любые идеи это особенно особенно когда нет вируса и карантина да у нас как раз вопрос что у вас там с карантином с какого числа у вас карантин да и как он протекает в чикаго потому что творчестве думать в принципе сложно когда есть карантин и наверное нет и вы знаете да конечно карантин есть это карантин плюс как бы такая и экономический кризис наступает плавненько как говорится может даже не плавненько он уже так жестко наступил во всех странах как бы этого многие кто в бизнесе люди этого ждали предвещали как я много слушаю бизнес аналитиков как бы частично был к этому готов как морально такие физические психологические я стараюсь как вы говорите вот кризис влияет этот карантин влияет на какие-то идеи я стараюсь ограничивать себя информационно чтобы не не попадалось не нужна информация то есть что самое критическое как бы там мне нужно будет знать то я автоматически это узнаю потому что я не убегу от каких-то критических моментов от того что нужно там сидеть дома к примеру или это очень важных моментов я стараюсь не сидеть в новостях не забивать себе голову этим негативом я наоборот сейчас пользуюсь моментом когда я могу посвятить время для реализации новых проектов идей заготовок для того чтобы в перспективе они потом ну чтобы развивать их перспективе поэтому как бы в плане настроения стараюсь быть оптимистичным держу себя в тонусе и ограничиваю себя всячески от ненужной негативной информации карантин проходит у нас тоже в домашнем режиме все сидим стараемся сидеть дома каждый день естественно нужно выйти погулять у нас это в принципе разрешено но social distance обязательно должна быть как бы стараемся от людей держаться расстояние 6 6 фитов порядка двух метров плюс-минус поэтому вот собственно все сидим дома и терпаем какое-то вдохновение для будущих проектов александр скажите пожалуйста и на участники задают уже вопрос если такая возможность чтобы вы провели мастер-класс для наших участников возможно ли это такое и где оставить заявку ну понятно что через нас через golden time talent мы сможем это реализовать еще напрямую мы сайты сбросили уже в принципе фейсбуке это есть ссылочка на ваши сайты можно ли там оставить или и прямые у нас есть с вами проводите ли вы мастер-класс онлайн не проводил но в принципе я думаю это не будет проблемой я как бы не против у меня нет какой-то приготовленной программы для мастер-класса но в режиме вот такого онлайн общения вопрос и ответ я с удовольствием пообщаюсь с вашими участниками с детьми с талантливыми с артистами готов ответить на вопросы просто лично из из своего опыта а что касается каких-то более узкоспециализированных как бы направлений для мастер-классов в принципе тоже это можно делать я планирую это делать но наверное нужно к этому быть более подготовленным технически как бы чтобы были презентации были материалы пока мы зашли посмотрели ваши сайты поверьте вы очень подготовлены вот друзья вам хотела показать и сайт вот сейчас должна вывести его да александр балбас у вас замечательный сайт здесь есть много песен выложено на сайте но скажите пожалуйста вот задаю тоже вопрос кто из украинской ite рады исполнять песниCuiddy У меня с Катей Бужинской есть дуэт, украинская очень замечательная, классная песня, на слова Евгения Рыбченского, мой хороший друг, соавтор, если Женя увидит, Женя, привет тебе. Кстати, у меня есть интервью, на этой неделе у нас на радио, Женя, будет интервью, если будет вам интересно, присоединяйтесь. Очень глубокий человек и очень интересный собеседник, человек, который может поделиться своим жизненным опытом и рассказать много интересного, так что, если что, присоединяйтесь к нашему видеостриму в четверг. Хорошо, вы обязательно сбросите нам, поскольку это будет по украинскому времени и по-российскому, и с удовольствием мы все выйдем в эфир, мы об этом оповестим наших слушателей. Еще, тут задают вопрос, скажите, больше о личной жизни, жена, дети у вас есть? Наверное, вы кому-то очень понравились. Да, есть. Есть, и жена, и дети есть. Конечно. Они вместе с вами. Да, да. Отлично, отлично. Скажите, еще вопрос такой, какие жанры вам больше нравятся и что стоит нашим участникам, на что, допустим, вокалистам, да, на что сделать больше упор, в принципе, по вокалу? Ну, во-первых, я не есть, как бы, вокалист профессиональный. Да, я пою, как бы, ну, чисто это уже издержки, как говорится, моей профессии, но себя называть вокалистом я не могу, поэтому давать советы по вокалу ни в коем случае даже не возникает. Ну, по поводу стилистики, как вы говорите, то для меня также нет ограничений, как бы музыка очень многогранна. Я могу слушать, начиная от классики джаза, заканчивая, там, каким-то андеграундом интересным, инди-проектами, то есть ограничений нет. По поводу вокала, ну, конечно же, ну, то есть, когда у участника есть базовая техника, как бы, наверное, базовая техника формируется в джазе. Когда человек поет джазовый вокал, тогда он занимается джазовым вокалом, тогда он может быть, в принципе, очень гибким и адаптироваться к любому музыкальному стилю. То есть, как в поп-музыке, так в соул, R&B, ну, в рок-музыке там, конечно, другие техники вокальные, но, в принципе, человек, если профессионален, он может, я считаю, он может охватить любое направление, любую стилистику, освоить. Да, это возьмет некоторое время, но там, чтобы изучить тонкости стиля, манеры пения, это не будет проблемой. Я поняла. Скажите, пожалуйста, о сау-фоундер промоутерской компании Event.ua это что обозначает? Год назад у нас, опять же, как я говорил, что я начал развивать какие-то свои медиаресурсы, и потом у нас еще пришла идея сделать свое ивент-агентство, промоутерское агентство. Мы начали заниматься турами, с партнерами начали заниматься турами украинских артистов в США. В прошлом году мы перевезли такие группы, как Друга река. Многие, думаю, из вас знают их. Конечно. Ребята, рок-группа украинская замечательная, которая уже более 20 лет на рынке, Друга река, Злата Огневич, мы также делали мини-тур для нее, и Анука. Должны были также быть без обмежень, но, к сожалению, не сложилось пока на данном этапе. Возможно, в будущем это получится реализовать. То есть это агентство, которое занимается турами украинских артистов. Турами по США? Да. По США. Я поняла. Скажите, если у нас есть талантливые участники, которые действительно талантливые, уже профессионалы, могли бы ли вы рассмотреть, чтобы их тоже взять на, скажем так, организовать им тур, посмотреть, готовы ли они для тура, потому что много есть, еще раз повторюсь, талантливые, которые по России тоже уже проводят свои концерты. Можно ли вам прислать их работы на рассмотрение? Понимаете, да, мы можем, конечно же, послушать, рассмотреть, но это очень сложный рынок, сложный механизм работы, и даже вот с именитыми артистами, я такими говорю, даже как Анука, там, Другая река, для аудитории, которые этих артистов очень хорошо знают, как бы собирать людей получается очень сложно. Поэтому, что касается артистов, которые еще без имени, к сожалению, это практически будет нереально. То есть это чисто как финансово, ну, то есть делать можно благотворительные какие-то, как бы, акции, туры. В теории это можно, но в практике я не думаю, что я мог бы этим заняться. Хорошо. Скажите, чтобы все-таки стать более профессиональным артистом, и чтобы песни твои слышали, услышали все, это нужно пройти особую регистрацию, да? Вы купили песню, допустим, купили песню, записали, сняли клип, или не сняли еще клип, но песня записана, и нужно выйти на рынок iTunes зарегистрировать песню. Вы сопровождаете эту организацию, чтобы ваши, допустим, взяли какой-то процент, ну, чтобы помочь зарегистрировать эту песню на iTunes и на всех... Да, мы можем сделать, конечно, мы делаем это, мы занимаемся дистрибьюцией цифровой, как бы у нас 56, если я не ошибаюсь, 56 цифровых магазинов мы можем охватывать, то есть все наши проекты, которые мы, как бы, делаем релизы, то охватываем 56 или около этого, не помню точную цифру, как бы, несколько десятков магазинов цифровых, включая iTunes, Google Play, Spotify, Shazam, как бы самые топовые музыкальные платформы, они включены в это, да, мы занимаемся дистрибьюцией. Я поняла, какой вы процент берете, релти или как у вас это происходит, чтобы вы взяли... То есть, как правило, мы работаем на 20%, но, опять же, нужно смотреть по проекту, по популярности этого проекта, по интересу, то есть это более такой кастом, кастом переговоры с каждым артистом, с каждым проектом. Если это только одна песня, которая вышла, но вот такая хитовая, можно ли ее взять на реализацию этого проекта? Конечно, да, просто я же говорю, это всегда обсуждаем по факту, анализируя продукт для начала, потом мы, если продукт интересный, мы можем предложить более кастомизированные решения, не только, как бы, дистрибьюцию в магазин, мы можем там предложить, как я говорю, что более кастомизированные какие-то решения, более широкие и более такое профессиональное сотрудничество. Мы можем, конечно же, делать саппорт, но это конкретно после прослушивания и анализа непосредственно трека и проекта в целом. Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот самое интересное, член Американской Академии, еще раз правильно сказать... Американской Академии... Да, Американской Академии... Слушаю, простите. Я не до конца услышал вопрос, я попытался помочь вам почистить. Что это значит? Грэмми – это такое очень яркое название, это то грэмми, о котором я думаю? Да, это совершенно верно, это то Грэмми, о котором вы думаете, но, опять же, чтобы развеять какую-то, может быть, иллюзию, я не есть номинированным пока членом Грэмми, я Грэмми пока не получал. То есть, конечно, мечтаю об этом, работаю над этим, возможно, через какое-то количество лет все-таки я реализую свою мечту и эту цель достигну. Что это значит? Я, да, есть Associated членом Академии Грэмми. Что это значит? Я могу давать свои проекты, композиции на номинацию. Это не значит, что я могу попасть, что проект попадет в номинацию обязательно. У меня был опыт, я делал проект, у меня на сайте, можете послушать, Wild Tray есть проект, мы его давали на номинацию. То есть, мое членство дает мне право давать треки на номинацию. Я могу посещать как мембер концерты, ну, сами церемонии Грэмми, потому что, ну, как бы, для тех, кто, возможно, не знает, билеты на эти церемонии нигде купить просто в свободном доступе невозможно. То есть, туда попасть на церемонию могут только члены Академии Грэмми и какие-то участники, сотрудники музыкальных лейблов, если они, опять же, имеют какое-то партнерство или ассоциацию в этой организации. То есть, вот это дает мне два момента, что я могу номинировать, давать треки на номинацию и посещать церемонии. То есть, есть еще самый большой мембершип, типа, членство, самое, как бы, такое топовое – это voting member. Это люди, которые были номинированы. К примеру, если бы я получал номинацию Грэмми за какой-то там, за продюсирование трека, либо за, там, как автор, что написал классный трек словам или музыку, как композитор или как автор. Если я номинирован был на премию Грэмми, то получил награду, то я могу стать членом Академии, которой можно голосовать. То есть, я пока голосовать не могу. То есть, мне еще нужно чуть-чуть дорасти до этого. Я поняла. Вы подаете только свои композиции, которые вы, ну, ваши песни, да, ваши произведения, или вы можете… Я могу что угодно, кого угодно подать на номинацию. Да, стоит там какие-то… Там процессуальные есть фи, официальные, которые Академия снимает там за… Не помню, там как бы символические они, достаточно символические. Ну, как бы за то, что люди тратят время за то, что рассматривают эту заявку, за то, что слушают трек, там есть какие-то у них сборы. То есть, я могу подать кого угодно, но это не значит, что этот трек попадет на номинацию. Опять же, со своего опыта наш трек никаким образом не попал ни в какую номинацию. То есть, там критерий какой. Если у вашего трека, да, вы есть там в магазинах, везде есть, но у вас там три слушателя, у вас нету своей аудитории, там миллионной или там многотысячной, то шансы на то, что… Потому что они, когда анализируют и рассматривают этот трек, они учитывают все факторы. Насколько артист популярен, какие у него там, как он дает гастроли или не дает. То есть, просто записать трек, даже снять на него клип и получить там несколько тысяч или десятков, даже сотни тысяч просмотров, это не дает еще никакого шанса, что вы будете рассмотрены в этой номинации. То есть, там все очень строго, сложно и, в принципе, даже туда попасть не было очень сложно. Я получил, по-моему, три отказа. На четвертый, как бы, я усиливал свои какие-то credentials, и на четвертый раз меня все-таки взяли. Я, как бы, уже там, ну, доказал, что я в праве быть, как бы, ассоциейт мембером этой академии. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот еще вы автор организаций, B, M, A, I, правильно, и... Это организации по управлению авторскими правами. Да, и я, как бы, есть автором этих организаций, то есть песни, которые, как бы, я пишу, я регистрирую в этих организациях всего лишь. Это как в Украине, может, знаете, есть ДААСП, государственное учреждение, которое управляет авторскими правами. То есть в Америке есть три или четыре, я не помню, BMI, S-CAP, SESAC и SoundBetter. Четыре организации, которые держат управление авторскими правами в Америке. Понятно. Спасибо. Ну, и подскажите все-таки, что бы вы пожелали нашим участникам? Может быть, вы видели их работы? Какие замечания? Какие вот все-таки наставления вам, как продюсеру, как музыканту, с таким большим опытом? Что бы вы пожелали? Вот начинающим и уже более-менее молодым и более уже взрослым, скажем так, участникам. Что бы вы пожелали? Ну, диапазон ваших артистов, ваших участников очень большой. Там, начиная от маленьких деток, заканчивая уже взрослыми людьми, которые сформированы как музыканты и достаточно сильные музыканты. В первую очередь, хочу пожелать никогда не сдаваться, потому что в любом деле, в любом направлении, либо бизнеса, либо творчества, появляются моменты, когда хочется опустить руки и сдаться, как говорится, и never give up. Никогда не сдавайтесь, ни при каких обстоятельствах. Занимайтесь побольше, развивайте себя, слушайте классную музыку, анализируйте ее, научитесь. Ну, очень хорошая, как бы, может быть, рекомендация, которую я сам пользуюсь, и мне когда-то давали эксперты такой совет, старайтесь слушать музыку и анализировать любое направление музыки. Если классика, анализируйте также, почему именно так сыграно. К примеру, если вы анализируете исполнителя, если вы как исполнитель, анализируйте, почему он так сыграл, почему вы не можете так сыграть. Если это касается, там, вокалистов, также анализируйте, почему в том или другом стиле поется такими приемами, или почему не другими. То есть научитесь анализировать. Также научитесь анализировать, там, если мы говорим о поп-музыке, возможно, если у вас аранжировщики, какие-то музыканты, кто пытаются писать, продюсировать сами свои треки, анализируйте, раскладывайте каждую аранжировку на партию, пытайтесь ее переиграть, может быть, там, содрать, грубо говоря. То есть ключевое слово – анализируйте до деталей все. И побольше, побольше работайте над собой, и все у вас получится. Спасибо огромное. Благодарю. У нас замечательный получился эфир. У нас было еще много вопросов. Давайте еще посмотрим, как вы переехали в Чикаго. Жена украинка. Да, переехали в Чикаго очень, как бы, спонтанно. Как я уже говорил, переехали не от плохой жизни, а в поисках перспектив. Случился, ну, как бы все вы понимаете, что при переезде на другую страну у человека происходит downgrade. То есть ты опускаешься несколько ступенек ниже в своем социальном статусе, в своих каких-то возможностях. Но оно того стоит. Когда человек выходит из зоны комфорта, то наш мозг начинает работать в стрессовом режиме и делать намного выше результаты, чем когда мы просто у нас все ровненько, когда мы в привычном режиме живем. И, по большому счету, мы в некоторой степени очень расслабляемся. А когда мы загоним себя, специально загоним себя в стрессовое состояние, то наш мозг дает нам команды выживать и идти выше. И, в принципе, это работает. И всегда в такой ситуации получается спуститься на две ступеньки ниже, а потом подняться на 8 или на 10 выше. То есть всегда нужно синусоидально вот так работать. Я поняла. А в Украине в каком вы городе жили? Я жил в Киеве. В Киеве на Русаноке. И студия у меня была на Тверском тупике. Это недалеко от университета Поплавского. Это напечатано. Так что Киеву привет, да. Ну и спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вот этот кризис, который сейчас произошел, и вирус, и то, что люди сидят дома, в любом случае у них откроется у людей, у нас у всех новое дыхание, и все мы начнем жить по-другому и, надеюсь, только в лучшую сторону. Благодарю за эфир. Благодарю. Спасибо вам огромное. Благодарю за здоровье. Берегите себя и будьте оптимистичнее, невзирая ни на что. Да, спасибо огромное. А я еще раз повторюсь, с нами был Александр Бальбус, член Американской академии и почетный член жюри Golden Time Talent. Благодарю. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока.